Республика Казахстан Мы уже догадались, о каком предприятии компании идет речь. Это Ускамогурский свинцово-цинковый комбинат, который строил практически весь Советский Союз, создавал этот комбинат мощнейший по производству цинка, свинца, золота, меди. Мы, казахстанцы, конечно, гордились, тем более жители города Ускамогурска, гордились тем, что такой комбинат находится на территории этого замечательного города на востоке Казахстана. Это предприятие, которое продавало цинк, свинец, золото через соответствующие биржи, неожиданно попало в число практически банкротов. И на проверку надо прямо сказать, что это банкротство было искусственным. И вот на сегодня мы видим, что это предприятие стало практически частным предприятием, об этом весь мир говорит, что оно стало частным предприятием у Султана Назарбаева. Если посмотреть по всем данным, то 70% акции этой компании, Казцинк, сегодня находятся в руках мощнейшего добывающего холдинга швейцарского Глинкор, который работает практически во всем мире. Но мы помним, что когда Глинкор вошел практически в Казахстан, и Казцинк стала дочерним предприятием Глинкора, то прошла информация, что компания «Верный капитал», которая руководит у Тимуратов кошелек на Султана Назарбаева, получила 4% компаний Глинкор. Как видим, 70% компаний Казцинк, 4% компаний Глинкор попали в руки у Тимуратова. Я думаю, что это как раз и есть та доля, оцененная Глинкором за 70% Казцинка. И это проценты, ну наверняка они не относятся к Казцинкору, а являются процентами такой мощной компании мирового значения на Султана Назарбаева. Почему я сегодня обращаю Ваш взор именно на эту компанию? Компания, которая добывает, ну в пределах, наверное, 250-290 тысяч тонн цинка, свинца, порядка 18-24 тонн золота ежегодно. Эта компания добывает на своем сырье плюс довальческое сырье, то есть компания не бедная. Буквально два дня назад прошла информация о том, что в речку Филипповка под Ридером попала пульпа, которая должна была идти на хвосты горнорудного, ридерского горнорудного предприятия. Но вместо того, чтобы попасть в хвосты в отстойники, она попала в реку Филипповка. И вот посмотрите, простой человек, который увидел все это безобразие, как он возмущается. Я даже не стал убирать звук, чтобы люди поняли, как этот человек относится к тому, что творит эта компания в этом прекрасном месте. Эта речка чистейшая была, причем она впадает в реку Тихую, а Тихая, соединяясь с громотухой, горной рекой, становится Ульбой, которая течет. Устаногорский впадает в Иртыш. И здесь речка Филипповка, Панавров, сейчас это все в Ульбу побежит, прикиньте, конкретно в Ульбу, и это в Ускомане, хвосты, жопа, косынк. И вся эта пульпа, конечно же, нанесла большой ущерб и урон. Министерство экологии тут же известило, что данная ситуация произошла из-за того, что утечка этой пульпы произошла из пульпопровода, который был переключен моментально на резервный пульпопровод. Но когда я стал дальше заниматься, разбираться, я увидел, что этот пульпопровод по сварному штуку полностью оторвался, и один участок пульпопровода упал. Картинку я вам показываю, это их пульпопроводов. У него, наверное, диаметр 600 мм, как минимум, этого пульпопровода. Ну, тут нетрудно посчитать, сколько пульпы вылилось, пока его нашли, порыв, пока отключили, пока Министерство экологии, я думаю, что потихонечку на тормозах спустило, вроде все хорошо, назначили проверку, и говорят, что потом в дальнейшем мы скажем, какой ущерб нанесен был экологии, рыбному хозяйству, водному хозяйству. Глядя на фотографию, которую я вам пульковал, этих пульпопроводов, наклоненные опоры пульпопроводов, в любой момент любая из этих опор может завалиться, и оба пульпопровода упадут на землю. Это показ о плохой эксплуатации этих пульпопроводов, поскольку в апреле месяце 2023 года КАССИН-компания уже была наказана на 45 миллионов тенге, и вот теперь снова июль месяц, и опять будут разбираться, сколько же она нанесла эта компания ущерба для водного хозяйства, рыбного хозяйства Казахстана. Я сразу вспомнил, когда КАССИН-компания полностью уже был под владением султана Назарбаева, то уходящие газы, которые после отработанных всех процессов через дымовые трубы уходили на улицу, так уж сложилась роза ветров, что все эти газы уходили в зону отдыха, где народ отдыхал, и там проходили кислотные дожди. Понимая, что КАССИН-компания должен выходить на IPO, как когда назначили руководителя вооружения Казахстанской области, я приехал в КАССИН-компания, но мы сейчас занимаемся этими вопросами, ознакомившись с ситуацией, я понял, что эти уходящие газы выносят очень много серы, сернистого ангибрида. И когда запустили, в том числе по моему настоянию, очистные сооружения Хальдертопсе, и 50% уходящих газов стали очищать от сернистого ангибрида, то они мне сказали, 7 цистерн ежесуточно они стали собирать концентрированной серной кислоты. И когда КАССИН-компания зимой 2006 года, это был февраль месяц, вдруг в городе Ускорногорске люди бегают с масками на лицах, бегом бегут от одного здания к другому зданию, я заинтересовался, что случилось. Мне сказали, что отключилась установка Хальдертопса, и все эти уходящие газы вновь стали шуровать в Ускорногорск. И Аким города Ускорногорска подал в суд на компанию КАССИНК. Это было невиданное событие, сколько я сам испытал давление со стороны администрации президента, что ты не знаешь, чья-то компания, давай отзовите свой иск и так далее. Но мы с Акимом города договорились, что будем держать их в напряжении и создадим прецедент того, что у нас, в принципе, каждый должен отвечать за содеянное. Но, к сожалению, этого Акима города заставили отозвать свое исковое заявление. Но в конечном итоге они с ним расправились, да и со мной тоже, с Восточного Казахстана, чтобы не мешали им там работать, отправили в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Хочу сказать, что такая небезбедная компания, как КАССИНК, которая добывает такое количество востребованного на мировом рынке металла, практически не ведет достаточно работы, чтобы создать необходимые условия и прекратить загрязнение водоемов, рек, воздуха атмосферного, для того, чтобы можно было создать комфортные условия для жителей Восточно-Казахстанской области. Хочу отметить, что раньше, когда это было в составе Советского Союза, и мы, такие вот были патриоты, жертвовали своим здоровьем, но гордились тем, что такое предприятие работало в узком нагрузке, в Казахстане. А сейчас чем гордиться нашим казахстанцам? Тем, что Назарбаев гребет экскаватором доходы от этой компании, и все эти доходы оседают в швейцарских банках, а в лучшем случае казахстанцы получают какую-то минимальную заработную плату, минимальное отчисление в бюджет. Мы этим можем гордиться. Поэтому думаю, что пришло время заставить Нурсултана Назарбаева и компанию, всемирно известную, имеющую колоссальные доходы во всем мире, заниматься экологией в Восточном Казахстане, принять соответствующие меры по недопущению подобных случаев попадания этой пульпы в реки, водоемы Восточного Казахстана, и заниматься очисткой уходящих газов со свинцово-цинкового комбината, чтобы можно было добиться стопроцентной очистки и улавливания сернистого ангидрида и дальнейшая вся работа. Как видим, дорогие мои друзья, сегодняшний Казахстан, как и вчерашний Казахстан, продолжает травить жителей Казахстана ядовитыми отходами производства. Вся прибыль оседает в руках олигархии и уходит за пределы Казахстана, работает в других странах. Необходимо срочно потребовать от нынешнего президента Тукаева, от бывшего президента, ныне пенсионера Назарбаева. Назарбаев должен принять все соответствующие меры. Добились минимально допустимых по ГОСТу выбросов в атмосферу в Восточно-Казахстанской области. На этом я заканчиваю свое выступление, дорогие мои друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, чтобы как можно больше людей посмотрели, поскольку YouTube так устроен. Чем больше будет этих лайков и дизлайков, то, естественно, YouTube будет рекламировать данный контент для других пользователей. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok